Друзья, смотрите программу «До 17 и старше» и рубрику «У любви 4 лапы». С вами я, Настя Гбунова и крошка Мими. Я с детства мечтала о собаке, всегда хотела именно маленькую породу, потому что квартира была маленькая и доберман туда, к сожалению, не помещался. Я ездила по приютам и уже хотела взять собаку именно там, но моя мама и Евгений Осин решили купить мне шпица и подарить его на Новый год. Такой вот рождественский новогодний подарок я у себя обнаружила под елкой. Я хочу задать вопрос Ирине Буйвол, как правильно ухаживать за шерстью шпица и что же выбрать для защиты от клещей. Я знаю, что есть ошейники, есть таблетки, есть много разных средств. Что же лучше всего подойдет шпицу такому пушистому чуду? Шпица действительно очень красивая порода и красота ее заключается в первую очередь, конечно же, в шерсти. Часто момент, с которым сталкиваются владельцы, это желание подстричь эту красивую шерсть. Для данной породы эта процедура нежелательна на 100%. Объясню почему. Дело в том, что померанские шпицы и вообще вот эти пушистые животные относятся к такой группе животных, у которых очень сильно развит подшерсток. И защитная функция шерсти, она очень хорошо работает. Из-за этого в процессе выведения кожа у таких животных стала более нежной, чем, например, у стафаршистских терьеров или доберман. Соответственно, если мы стригаем шерсть, которая является защитой для кожи и всего организма под этой шерстью, то кожа будет пытаться выполнять функцию шерсти, которую у нее забрали. И тот процесс, который мы увидим на этом животном, он нас не порадует. Обратите внимание на состояние шерсти конкретно вашего питомца, потому что, несмотря на то, что померанский шпиц, название породы одно, шерсть у этих представителей может быть немножко разной, поэтому ход будет слегка отличаться друг от друга. И еще один момент. При расчесывании нужно обязательно использовать специальные средства для расчесывания. Как бы это странно ни звучало. Это может быть как двухфазные какие-то средства. Встряхнули, получили рабочий раствор, который очень хорошо обволакивает волос, не дает ему путаться, профилактирует колтунение и еще увлажняет. То есть дает тот самый красивый блеск волосу, который и делается за счет остистого волоса, остистой шерсти. Бывают масляные кондиционеры для расчесывания. С ними нужно быть очень аккуратными, потому что для пушистого животного они могут склеивать волос и убирать как раз-таки тот самый объем. Если вы посмотрите, то на рынке достаточно большое количество представителей. Я вам показала оптимальный вариант для померанского шпица и вообще пушистых животных, который содержит в себе как уходовую часть, так и такую грумерскую с точки зрения улучшения экстерьерного качества животного. Для защиты от эктопаразитов, таких как клещи, у нас в магазинах, на прилавках есть очень много препаратов, включая ошейники от блох и клещей, капли на холку от блох и клещей и внутрь таблетки от блох и клещей. Что выбрать, достаточно сложный вопрос, и здесь все зависит от того, какое перед вами животное. Если это животное с очень маленьким количеством шерсти, то может быть сложность в выкапывании капли на холку, и тогда дача таблеток или одевание ошейника будет как вариант. Если же животное категорически не хочет потреблять таблетки, и это большая проблема и стресс для владельца, то лучше выбрать какой-либо препарат, который наносится на поверхность животного, то есть это или капли на холку, или ошейник. Если у животного контактная реакция на ошейники и их препараты, то, естественно, мы не будем использовать ошейники, а выберем капли или таблетки внутрь. Поэтому вариант выбора, а выбор у нас сейчас действительно большой, есть. Лучше поговорить и проконсультироваться по этому моменту с ветеринарным врачом, который обслуживает вашего питомца, и подобрать оптимальный вариант для вашего конкретного животного. Неважно, это собака или кошка. Не забываем, что некоторые препараты по сроку работы от клещей занимают где-то 3 месяца, плюс-минус, как говорится, 12 недель. Какие-то работают в течение 4 недель. И это тоже один из моментов, которые стоит учитывать. Готовы ли вы обрабатывать и не забывать это делать вовремя животное каждые 4 недели? Или для вас проще одеть ошейник на 8 месяцев и спокойно гулять в местах, где обитают клещи, при этом с защищенной собакой? Миша настоящая трусиха. Она не любит мыться в ванной. Для нее это целый стресс и целый подвиг. Но мы всегда стараемся сделать эту процедуру менее болезненной и не такой стрессовой. Подробнее о породе шпиц нам расскажет наш корреспондент. Внимание на экран. Всем привет! С вами я, Василиса. И сегодня я вам расскажу 3 интересных факта по породе шпиц. Итак, поехали! Из большой северной тяговой собаки шпицы превратились в маленькую декоративную и диванную собачку. Удалось изменить внешний вид, но характер никак не удалось. Шпицы правят постоять за себя. Они отважны и даже не пугливы. Знаете ли вы, что в рассказах «Дама с собачкой» и «Легенде об Уллиншпигеле» питомцы были как раз породы шпиц? Померанский шпиц был у Исаака Ньютона. В наше время тоже можно встретить поклонников данной породы, как, например, Мария Шарапова, Юлия Началова, Шерон Осборн и Ева Лангория. Если вы думаете, что шпиц – это исключительно женская порода, вы ошибаетесь. Собачки такой породы проживают у Мики Рурка и Сильвестра Сталлоне. Они довольны такой компанией. Кстати, шпицев довольно оправданно называют маленькими наполеонами за их отважный характер. А какая ваша любимая порода? Пишите в комментариях. Скоро отпуск, мы летим в путешествие, поэтому я хотела узнать, как правильно подобрать переноску для шпица. Если вы собрались в отпуск и хотите взять своего четвероногого друга в путешествие с собой, то есть два варианта путешествия. Первое. Если ваш малыш действительно является малышом и право уходит в качестве ручной клади в салон, то вы выбираете переноску, которая подойдет, похоже, на сумочку, и подойдет просто для переноски, перевозки животных в любом автомобиле или даже на своем плече. Если же ваш питомец не влезает по габаритам в ручную кладь и вес его превышает вместе с переноской разрешенной авиакомпанией ручную кладь по весу, соответственно, вы его должны будете сдать в специальное багажное отделение для живых как раз-таки пассажиров. Для того, чтобы разместить своего питомца в этом отделении, переноска должна соответствовать определенным стандартам. Не каждая переноска подойдет для перевозки животного в багаже. Обращайте на это внимание, если ваша задача путешествовать именно со своим питомцем. Обращайте внимание, есть ли сертификация у переносок, которые предоставлены в зоомагазине, и которую вы выбираете для того, чтобы ее могли разместить в багажном отделении. У нее должны быть усиленные края. Она должна иметь определенные запирающие механизмы, чтобы животное не смогло их открыть в процессе перелета. Потому что бегающая собака по багажному отделению – это не очень весело как для компании, так и для собаки. Если люди получают летом солнечный удар, может ли его получить собака? Помним, что шерсть защищает животное от внешних факторов. И летом солнце относится к этим внешним факторам. Если мы состригаем шерсть с кожи животного, то у животного не остается никакой защиты от солнечных лучей. Поэтому животное может получить солнечный удар при отсутствии защиты. Если мы говорим о животных гладкошерстных, то то же самое. А за ними нужно следить, не оставлять их ни в коем случае на солнце, на прямых солнечных лучах. И следить за тем, чтобы животное не перегревалось. Для этого существуют различные ошейники, попоны. Ну и, конечно же, если вы идете с животным на пляж, не забывайте, что место под пляжным зонтиком ему тоже нужно. Что делать, если собака не любит чистить зубы? Это сложный вопрос. Потому что к этой процедуре, конечно, нужно приучать щенка еще с маленького возраста, когда с ним можно договориться, когда вы устанавливаете свои какие-то отношения внутри такой стаи, назовем это так. То есть, когда собака как раз подвергается максимальной дрессировке. Собаку можно научить чистить зубы уже в более взрослом состоянии, но это терпеливый труд. И нужно подбирать варианты, которые собаке, наверное, больше понравятся. Это могут быть зубные щетки на палочках на длинных. Это могут быть зубные щетки на палечнике, которые одеваются на пальцы. Вот здесь все зависит от того, насколько послушная у вас собака. Как правило, у среднекрупных дрессированных животных с этим не возникает проблем. Основная проблема как раз с теми животными, которым больше всего нужен уход за зубами, это мелкие породы. Здесь нужно подобрать, во-первых, инструмент, которым будет удобен как вам, как владельцу, так и собаке. Потому что если этот инструмент будет очень больно делать собаке во рту, конечно, она будет всеми силами пытаться избавиться от таких взаимодействий. Второй момент – это подбирать препараты, которые могут быть использованы без дополнительной чистки. Например, зубные пасты с энзимами, которые главное нанести на поверхность зубов. Дальше они работают самостоятельно. И третий вариант, который мы уже с вами обсудили – это различные игрушки и лакомства, которые даются на регулярной основе. И таким образом профилактируют образование зубного налета. Ну и, конечно, следите за тем, что животное ест. Сбалансированный рацион, комбинация сухого корма с консервированными кормами дает возможность профилактировать зубной камень тоже, но уже немножко с другой стороны. Никто не встречает себя с такой любовью и радостью, как твоя собака. На самом деле моя собака чудесная. Такой маленький-маленький пушистик, который всегда рад, когда я нахожусь дома, когда я прихожу с работы, с учебы. Она всегда чувствует смену моего настроения. Если мне грустно, она всегда пожалеет. Если мне радостно, она приносит игрушку. И мы весело играем. Друзья, подходите к выбору питомца очень осознанно. Обязательно ознакомьтесь с породой, которую вы хотите завести себе или своему ребенку. Обязательно просмотрите материалы в интернете, спросите у друзей, посмотрите видео, как себя вести с этой породой, что она хочет, чего она просит, что ей необходимо. И, конечно же, я советую к просмотру два фильма. Это «Белый бюнчер наука» и «Хатика». Косметика Ив Сен-Бернард – это безупречная красота шерсти и ослепительный внешний вид домашнего питомца. Фундаментальные принципы Ив Сен-Бернард – многолетние традиции, ультрасовременные технологии, эффективные рецептуры, натуральные ингредиенты и непрерывное стремление к совершенству. Мнямс – корма и лакомства для кошек и собак. Созданы для питомцев. Делают счастливыми всех. «Мистер Кранч» – российский бренд премиальных товаров для животных. Основным приоритетом бренда «Мистер Кранч» является забота не только о физическом, но и о эмоциональном и интеллектуальном развитии питомца. Все материалы являются гипоаллергенными и абсолютно безопасны для питомцев. Друзья, смотрите программу «До 17-й старше» и рубрику «У любви четыре лапы». С вами я, Настя Гнунова и крошка Мими. Увидимся!